Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Си-Би-Си. С вами Эльна Ралиева. Для начала коротко о самом главном к этому часу. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok В Азербайджане, где исторически царят атмосфера дружбы и братства, высокая культура сосуществования. Представители различных народов и религиозных вероисповеданий веками жили в условиях мира и спокойствия. По словам Эльха Малиева, сегодня в республике, которая признана одним из центров мультикультурализма в мире и внесла значительный вклад в развитие межцивилизационных отношений, независимо от языка, религии, национальной принадлежности, все имеют равные права и свободы. А сохранение и продвижение культурного многообразия, высоких гуманистических принципов, богатых традиций, толерантности являются одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. Глава государства также отметил, что христиане, как и другие национально-религиозные группы Азербайджана, сохраняя свои традиции и обычаи, язык и культуру, активно участвуют во всех сферах общественно-политической жизни страны. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил базу мобилизационного обеспечения сухопутных войск. Глава оборонного ведомства осмотрел артиллерийские средства, боевую и автомобильную технику. Находящиеся на вооружении базы были даны соответствующие указания по своевременному техническому обслуживанию находящихся в арсенале вооружения и боевой технике соблюдения мер безопасности. Высоко оценил боевую готовность личного состава, генерал-полковник Закир Гасанов поставил перед соответствующими должностными лицами конкретные задачи, связанные с повышением эффективности сборов, проводимых с военнообязанными, запаса по различной специализации, полевых выходов и занятий по боевой подготовке в новом учебном периоде. Субтитры создавал DimaTorzok Очередное заявление Министерства иностранных дел Армении относительно протестов на Лачинской дороге совершенно необоснованное и направлено на то, чтобы вызвать недоумение среди международных партнеров по этому вопросу и искусственно обострить ситуацию. Об этом заявило внешнеполитическое ведомство Азербайджана. Отмечается, что МИД Армения сделал полное искажение заявлений в связи с протестами группы представителей гражданского общества Азербайджана против факта разграбления природных ресурсов в период 30-летней оккупации Армении и азербайджанских территорий. Похоже, что армянская сторона по-прежнему заинтересована в продолжении незаконной экономической и иной деятельности на территории Азербайджана. Призывы Армении направить на территорию Азербайджана любую миссию расцениваются как очередная провокация против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и должны быть прекращены. МИД Азербайджана также внес ясность касательно необоснованных утверждений о том, что протесты якобы привели к закрытию Лачинской дороги и вызвали гуманитарный кризис. Отметено, что неоспоримым фактом является беспрепятственный проезд транспортных средств, принадлежащих Международному комитету Красного Креста и миротворческому контингенту медицинских автомобилей в течение дня. Как со стороны азербайджанского правительства, так и со стороны представителей гражданского общества также была заявлена готовность оперативно решить все гуманитарные потребности, с которыми могут столкнуться жители армянского происхождения. На проходящей под городом Шуша дороге Ханкианды-Лачин продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Экоактивисты и волонтеры призывают мировую общественность беречь экологию. Участники акции держат плакаты на азербайджанском, русском и английском языках. Поют патриотические песни. Последними новостями с места событий с нами поделится мой коллега Самир Кулиев. Он с нами на прямой связи. Самир, добрый вечер, вам слово. Добрый вечер, Эльнара. С момента нашего последнего подключения особых изменений не произошло. По-прежнему беспрепятственно осуществляется проезд транспорта. Это автомобили снабжения российских миротворческих сил. Еще один автомобиль проехал. Таким образом, сегодня в обоих направлениях, со стороны Лачина в сторону Ханки-Энди и со стороны Ханки-Энди в сторону Лачина, проехало общей сложностью 16 автомобилей. Из них 13 автомобилей являются автомобилями снабжения российских миротворческих сил. И три автомобиля принадлежат миссии Красного Креста, офису Красного Креста. И эти автомобили проехали сегодня в утренние часы в направлении из Ханки-Энди в сторону Лачина. Ну и далее, наверное, до Армении. В общем-то, акция продолжается. Уже 24-й день акции подходит к концу. И здесь очень сильно похолодало. Вот вечерами здесь, так как горная местность, очень холодно. Сегодняшний день не исключение. Вообще, в целом, завтра ожидается еще большее похолодание уже и днем. И в ближайшие дни будут уже морозы, не только ночами. Вот, значит, акция проходит при въезде в город Шуша. И, в общем-то, как я уже говорил, 24-й день ни на минуту не приостанавливается. Ни о какой блокаде, конечно же, жителей Ханки-Энди, жителей армянского происхождения, Карабахского экономического региона Азербайджана говорить не приходится. Все эти утверждения армянской стороны абсолютно беспочвенны. Так как, вот опять же повторюсь, сегодня только 16 автомобилей проехало. Ну и, в принципе, прежние дни мы тоже наблюдали, что в гуманитарных целях автомобили в обе стороны двигаются абсолютно без всяких проблем. То есть протестующие полностью освобождают проезжую часть для двигающихся автомобилей. Значит, ну и, в принципе, с первого дня акции не было ни разу такого, чтобы какой-либо автомобиль с той или с другой стороны подъезжал к месту проведения акции. И чтобы этот автомобиль не пропустили. То есть все автомобили, опять же повторюсь, это миротворческие силы, это автомобили скорой помощи, автомобили Красного Креста. Все эти автомобили беспрепятственно по этой дороге двигаются. Ну, сейчас тоже, вот честно говоря, на горизонте видно, что два автомобиля остановились со стороны, значит, со стороны Лачина в сторону Ханки-Нди. По всей видимости, это автомобили с горючим, также автомобили с снабжением. Но, как бы, пока точно утверждать я это тоже не могу. Как бы, возможно, что в период вот моего подключения, что эти автомобили колонна проедет. Так что, опять же, повторюсь, как бы никаких ограничений в этом плане нет. Все, что касается гуманитарной части. Конечно же, раньше мы все знаем хорошо, что по этой самой дороге провозилось и оружие, и наши, соответственно, недра. То есть это минералы, это полезные ископаемые из таких месторождений, как медно-молебденовое месторождение Дамирли и золоторудное месторождение Газелбулак, которое находится в Агдыринском районе, собственно, это и послужило причиной проведения акции со стороны экоактивистов, экологов. Напомню, экоактивисты начали акцию по той причине, началась акция 12 декабря, что группу из числа, значит, представителей Министерства экологии, также Министерства экономики, представителей такой организации, такое, значит, предприятие, как Азер Голд, не пропустили на вот эти самые месторождения, не обеспечили возможность, значит, провести анализ, провести мониторинг на вот этих самых месторождениях, о которых я ранее сказал. Хотя предварительная договоренность об этом была еще в начале декабря, в первых числах декабря. Ну, в общем-то, видно, что протестующие намерены протестовать до, значит, выполнения всех требований. В принципе, основные требования так по-прежнему и не изменились, они, как бы, можно сказать, что даже, во-первых, со стороны российских миротворческих сил еще они не удовлетворены, эти требования, но ничего сложного, казалось бы, в их проведении, в обеспечении нет, но на сегодняшний день пока что результатов нет. Но оптимизма не теряют протестующие, считают, что действительно будет обеспечен, будет обеспечена возможность провести мониторинг, в общем-то, вот такой настрой у протестующих. Атмосфера в целом довольно-таки хорошая, настроение у всех боевое, такое хорошее, вот. Ну, в общем-то, будем смотреть и дальше следить за развитием событий. У меня, наверное, на этом все. Спасибо вам, Самир. Я напомню, на связи со студией был мой коллега Самир Кулиев. Продолжим наш выпуск. Посол Азербайджана во Франции Лила Абдулаева прокомментировала статью, опубликованную французским журналом «Шарли Эбдо», в которой утверждается, что Азербайджан якобы представляет угрозу для Армении. В своей публикации в Твиттер дипломат обратилась к изданию и предложила вспомнить об угрозе, которую представляла Армения в течение 30 лет, а также об оккупации этой страной, 20% территорий Азербайджана. В своем постели Лила Абдулаева задалась вопросом, о какой угрозе заявляет Шарли Эбдо, когда Азербайджан обеспечивает мир на своих суверенных территориях. Азербайджаны Азербайджана на энергетической карте региона существенно укрепляются. Этот процесс носит последовательный характер. С расширением географии экспорта азербайджанских энергоносителей страна наращивает свое присутствие на европейском рынке. В этом году уже представят проект дополнительных поставок газа из Азербайджана в Европу. Подробности расскажет Нигер Ахманова. Куда и какой объем азербайджанского газа потечет в 2023 году, станет известно 3 февраля. В этот день представители пяти стран Евросоюза в Баку представят проект о том, как планируется увеличивать поставки голубого топлива из Азербайджана. Президент Болгарии Румен Радов поделился этой новостью на встрече в Софии с министром энергетики Турции Фатихом Донмазом. Это проект, который позволит с минимальными средствами и сразу начать перекачку дополнительных объемов природного газа из Азербайджана в Европу. По инициативе Болгарии к этому проекту присоединились Румыния, Венгрия, Словакия и Австрия. В феврале же Азербайджан посетит министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубрав Каджедович. Анонсировала это она еще в декабре 2022 года. Поводом послужит заседание консультативного совета по проекту Южного газового коридора. Интерес к этому проекту заметно вырос во второй половине прошедшего года. Официальные визиты в Азербайджан то и дело не прекращались. Вызовы в лице энергетического кризиса и войны России в Украине подкрепили спрос со стороны западных стран. Азербайджан увеличивает экспорт своего природного газа на мировые рынки. В конце прошлого года был дан старт новому мегапроекту. Прокладка электрического кабеля подну Черного моря позволит Азербайджану и в этой области сыграть свою роль в более широком масштабе. Потому что Азербайджан станет основным поставщиком этой электроэнергии и это будет зеленой энергией. Я уже несколько раз говорил, что Карабах и Восточный Зангизур должны стать зоной зеленой энергии. Мы уже добиваемся этого и добьемся. В то же время крупные возобновляемые источники энергии Азербайджана имеют большое значение как для нашей страны, так и для всего мира. Реализация меморандума по поставкам электроэнергии между Азербайджаном и Венгрией и соединение их воедино через Грузию и Румынию открывает новый канат для поставок в европейском направлении энергия. Так, между странами налаживаются отношения за счет обеспечения безопасности и стабильности энергосистемы. Причем важно это не только для стран-импортеров азербайджанских энергоресурсов, но и для всей Европы. Мы, венгры, очень гордимся прочным фундаментом двусторонних отношений между Азербайджаном и Венгрией. И в очередной раз отношения между Баку и Будапештом переживают новый виток развития. Он позволит венгерскому бизнесу строить свое дело на профессиональном уровне, например, в строительном секторе, транспорте, прокладке инфраструктуры, воды и энергоснабжении и реконструкции памятников культуры. Венгерская экономика опирается на природный газ, и Венгрия ищет пути для обеспечения собственной энергобезопасности. Азербайджан – это та самая страна, которая в силах обеспечить диверсификацию поставок газа для Европы. Холод из-за нехватки газа в домах, застой в бизнесе создал экономическую и политическую неопределенность в некоторых странах. К примеру, чтобы предотвратить это, страны Балканского полуострова обратились к Азербайджану в качестве надежного и стабильного поставщика энергетических ресурсов. Частые визиты президента Азербайджана Ильха Малиева в Албанию, Румынию, Болгарию, Сербию – наглядный тому пример. Одно из предстоящих событий осени 2023 года – запуск соединительного газопровода для поставок газа из Азербайджана через Болгарию в Сербию. Азербайджан показывает существенный экономический рост, который продолжится и в будущем. Являясь крупным производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции, Сербия будет прилагать усилия для расширения сотрудничества с Азербайджаном в этом направлении. По моим прогнозам, экономическое взаимодействие между двумя странами будет улучшаться, и оно не будет зацикливаться только на одной отрасли. Как показывает практика, если между двумя государствами устанавливаются хорошие дипломатические отношения, и они плодотворно сотрудничают в сфере энергетики, например, как Азербайджан и Сербия, то их партнерство укрепляется и во многих других направлениях, допустим, в финансовом секторе. И это, по моему мнению, приведет к положительным экономическим изменениям в целом. Спрос на газ растет, вместе с ним расширяется география поставок. Поэтому ожидается, что в 2023 году экспорт азербайджанского газа на европейские рынки вырастет до 11 миллиардов 600 миллионов кубометров газа. В 2022 году он составил 11 миллиардов 300 миллионов кубометров. Это более чем на 3 миллиарда кубометров больше показателей 2021 года. Нигиара Ахманова, CBC. Турция намеренно продолжит свои посреднические усилия в вопросе переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявили официальные лица страны. Анкара неоднократно заявляла о готовности помощи своим друзьям. Примером этого может служить и поддержка Турции и Азербайджана в процессе урегулирования отношений между Баку и Ереваном. Выступая сегодня на собрании партии, президент Турции Реджеп Тайеп Эрдуган отметил, что у турецкого народа есть братья в Карабахе, и Анкара пришла им на помощь. Точно так же было и в Ливии. Везде, где есть наши братья, там есть Турция, отметил Эрдуган. О чем еще заявил турецкий лидер, расскажет корреспондент CBC в Турции Тураласадин с нами на прямой связи. Турал, добрый вечер. Добрый вечер. Тебе слово. Да, действительно, это были важные заявления со стороны турецкого президента Реджеп Тайеп Эрдуган. Коснуться ряда вопросов относительно внешней политики Турции. Правда, данное собрание было посвящено в большей степени внутренней политике, но тем не менее вопросы внешней политики также были затронуты. И среди них, безусловно, усилие Турции в вопросе урегулирования войны. Ряда вопросов, по крайней мере, в войне между Россией и Украиной. Гуманитарные вопросы, инициатива турецкой стороны. В частности, продолжение деятельности, функционирование зернового коридора, посредством которого на сегодняшний день, фактически, если не ошибаюсь, уже было поставлено на мировые рынки более 15 миллионов тонн украинского зерна. И об этом Реджеп Тайеп Эрдуган, президент Турции, также говорил. Он, коснуться данного вопроса, заявил о том, что Турция продолжит свои усилия, посреднические усилия, посредническую роль. Это очень важно для всего региона. Действительно, все это происходит на северных границах Турции, в Черном море. И Украина, и Россия являются посетями Турции по Черному морю. И это не может не волновать турецкую сторону. Как мы знаем, Турция, несмотря на то, что призывает понять и российскую сторону, тем не менее, например, она не нарушает конвенцию Монтрео, она полностью соблюдает ее. И многократно, несколько раз, по крайней мере, за последние месяцы, после того, как началась война в Украине, Турция не пропустила через свои проливы, через Босфор, и через Босфор военные российские корабли в Черное море. И вот об этом очень много как в западных СМИ, так и в местных СМИ писалось, говорилось, что да, несмотря на то, что у Турции неплохие отношения с российской стороной, партнерские, хорошие отношения, добрососедские, тем не менее, она привержена своим принципам. И вот, по крайней мере, конвенция Монтрео была применена, и ряд других вопросов Турция до начала войны поставляла в Украину Байрактара, беспилотники Байрактара ТБ-2 и другое вооружение. И сегодня она продолжает оказывать огромнейшую гуманитарную поддержку, в то время как вот сегодня Украина, больше ее территория фактически осталась без свинок, посылает генераторы и другое оборудование, необходимое для населения. И вот в этом вопросе, то есть Турция не как бы не сдает свои позиции перед Россией по данному вопросу. И Россия это понимает, у них совсем совершенно другие вопросы сотрудничества есть, и в первую очередь это вопрос поставок газа, и Россия имеет планы по созданию, вот как мы знаем, созданию на территории Турции газового центра, и Турция, безусловно, поддерживает этот проект, она сама заинтересована в этом. К слову, через территорию Турции проходят и такие регионально важные проекты, как ТАП-ТАНАП, крайне важные для Восточной и Юго-Восточной Европы, и их пропускная способность, как мы знаем, уже увеличивается в два раза, и безусловно, здесь Турция и Азербайджан являются очень важными странами. С другой стороны, вот если говорить о роли Турции во взаимоотношениях с Азербайджанами, в целом про двусторонние наши отношения, вот как вы правильно отметили, Раджептей Пардаган говорил и о карабахской проблематике, он сказал, что Турция явилась, была на помощь Азербайджану, была рядом с Азербайджаном, как во время войны, так и после войны продолжает это делать, и безусловно, это так, здесь в Турции это иным образом не видит другого выхода, потому что это братская для Турции важная страна, и безусловно, Анкара будет до конца отстаивать интересы Баку, потому что, вот как и наш президент Ильхам Алиев, как и Раджептей Пардаган говорит, интересы Баку это интересы Анкары, и наоборот, интересы Анкары это интересы Баку, то есть тут все взаимопонимание полностью имеется, полная координация действий и шагов в неких, вот как в вопросе, например, налаживания взаимоотношений между Турцией и Арменией, Турция всегда заявляет, что этот процесс идет параллельно с процессом налаживания отношений, нормализации, процессом нормализации между Баку и Ереваном, и Турция не может здесь поменять свою позицию, она до конца будет стоять за Баку и защищать ее позицию. Ну что ж, спасибо большое, Турал, я напомню, на связи со студией был мой коллега Турал Асади. Продолжаем наш выпуск, восстановление Карабаха и возвращение туда жизни, главная цель современного Азербайджана. Наряду с местными в этом процессе участвуют и иностранные компании, более 30 зарубежных партнеров Азербайджана уже реализуют проекты в области здравоохранения, образования, сельского хозяйства, строительства, инфраструктурных и социальных объектов. Также на освобожденных территориях большое внимание уделяется зеленой энергии. О том, какие проекты уже удалось реализовать на 2022 год, узнаем в следующем сюжете. Азербайджан стремительными темпами возрождает освобожденную от оккупации территории. Этот процесс происходит не только благодаря личным усилиям страны-победителя, но и с помощью зарубежных партнеров. В восстановлении Карабаха принимают участие около 40 стран мира. На сегодняшний день в Карабахе работают более 30 турецких компаний. Общий объем инвестиций оценивается в более чем 1 миллиард долларов. Агропарк ДОСТ является одним из самых значимых сельскохозяйственных проектов в Карабахском регионе, реализуемых при участии турецких инвестиций. В центре будет разводиться до 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Проект Агропарк ДОСТ будет реализован в три этапа. Открытие первого уже состоялось 20 октября 2022 года при участии президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Раджеба Таипа Эрдогана. Комплекс внесет важный вклад в продовольственную безопасность Азербайджана и Турции. Турецкие инвесторы также заинтересованы в проектах, направленных на превращение Карабаха и Восточного Зангизура в экологически чистую энергетическую зону. Одной из важных составляющих экономики Турции является текстильный рынок. Опыт братской страны будет внедряться и в Карабахе. Там планируется открыть несколько текстильных фабрик. Мне хотелось бы заострить внимание не только на Турции, но и на всех странах организации тюркских государств, которые сразу выразили желание участвовать в возрождении Карабаха. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркмейстан и Венгрия видят потенциал в освобожденных территориях. Эти страны предложили уже несколько десятков проектов. Что же касается Турции, то мы с самых первых дней возрождения Карабаха были с братским Азербайджаном. Мы участвовали в восстановительных работах и продолжаем делать это до сих пор. Подписав Шушинскую декларацию, в июне 2021 года наши страны еще более укрепили имеющиеся между Баку и Анкарой связи. Текст документа гласит, что для расширения двусторонних отношений будут создаваться все условия. Для Азербайджана сейчас главное – это реконструировать Карабаха. Это значит, что Турция будет полностью вам в этом помогать. Одной из самых заинтересованных в сотрудничестве стран является Израиль, который представил множество проектов для реализации на освобожденных землях. Один из уже осуществленных проектов – это буевалиная и молочная ферма в умном селе Агалы Зангеландского района. Не менее важные проекты, реализуемые при участии израильских инвестиций в области водоснабжения, энергетики и технологий, намерены реализовать в Агдаме. А также имеются перспективные идеи в сфере возобновляемых источников энергии, которые могут быть актуальны в Губадлы и Кербаджаре. В целом, основной сферой деятельности Израиля в Карабахе являются проекты в области сельского хозяйства и здравоохранения. Проект умного села Агалы – самое значимое достижение Азербайджана в восстановлении освобожденных территорий за 2022 год. За первый этап переселения сюда вернулась 41 семья. Второй этап Великого Возвращения состоялся в сентябре, когда в село вернулись еще 12 семей. Из более чем 1100 обращений от зарубежных компаний для ведения бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана, 65% приходится на долю Казахстана. BI Group является самым крупным инвестиционно-строительным холдингом в Казахстане. Компания занимается строительством в ближнем зарубежье, строит отели, госпитали и другие объекты городской инфраструктуры. Первым проектом, который будет реализован в Азербайджане, станет Центр творческого развития детей в Физули. Он был разработан в короткие сроки по поручению президента Казахстана Касыма Жомарта Тукаева. 24 августа 2022 года азербайджанские и казахстанские лидеры ознакомились с генеральным планом Центра. Это не образовательная средняя школа, это именно как раз таки с уклоном на творчество. То есть дети будут здесь развивать такие навыки, как гончарное искусство, также будут музыкальные классы, и также там будет у нас звукозаписывающая студия. То есть участок уже отведен, полтора гектара Физули, и уже провелись геологически-изыскательные работы, это по съемке, ожидаем только положительное заключение госэкспертизы. Планируем строительно-монтажные работы начать по графику в феврале месяце, и завершение данного проекта ожидается в декабре 2023 года. В восстановлении Карабаха также принимают участие итальянские компании. Договоренности о том, что автомобилестроительная компания из этой страны ИВЭКа начнет производить в Карабахе, уже достигнуты. Также планируется реализация проекта в области энергетической инфраструктуры, градостроительства, очистки территории от мин, сельского хозяйства и восстановления образцов культуры и архитектуры на освобожденных территориях. Заявки, поданные Россией, по большей части охватывают сферы градостроительства, а также строительства мостов и дорог. Белорусские коллеги намерены внедрять опыт в сфере создания альтернативных источников энергии, а также производства транспортных средств. Электробусы отлично впишутся в концепцию умных городов и сел Карабаха. Эллада Мамедова, CBC Не стало последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова. Политик умер на 80-м году жизни в своей подмосковной даче 3 января. Об этом сообщили его родственники. Руслан Хасбулатов был автором воззвания гражданам России, осуждающего действия Государственного комитета по чрезвычайному положению во время августовского путча 1991 года. Уже в 1993 году он вместе с вице-президентом Рудским выступил за немедленное прекращение полномочий президента России Бориса Ельцина. Этот конфликт привел в итоге к конституционному кризису и столкновениям в Москве, в результате чего Хасбулатов был задержан. Ему было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. Но уже в феврале 1994 года Хасбулатов был освобожден из-под стражи по амнистии Государственной Думы. После он работал заведующим кафедрой мировой экономики в Российском экономическом университете имени Плеханова. Похороны Хасбулатова пройдут на его малой родине в Чечне 5 января. И в завершение число жертв наводнений на Филиппинах, вызванных проливными дождями, возросло до 52. 18 человек числятся пропавшими без вести. Как отмечается в отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, затопление затронули более 640 тысяч человек в 10 регионах республики. Жители некоторых регионов размещены в эвакуационных центрах. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь вместе с CBC, будьте в курсе событий. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова